Иран, по всей видимости, решил отложить ответ на убийство главы полетбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хеннии в Тегеране, чтобы дать посредникам больше времени на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщили источник The New York Times, США, Иран и Израиль. Очередные раунды переговоров по Газе проходили в столице Катара, Дохи, 16-17 августа. В них принимали участие Катар, США, Израиль и Египет. По данным издания, после завершения первого дня переговоров в Дохе, премьер-министр Катара Мохаммед Аль-Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана, призывая страну воздержаться от эскалации. Отмечается, что этот телефонный звонок, вероятно, имел влияние. Чиновники одной из стран-посредников узнали, что ливанская группировка Хезбалла пока отложила выполнение предыдущего решения о нападении на Израиль. Разведка Израиля обнаружила, что Иран и их ливанские союзники из Хезбаллы снизили уровень готовности своих ракетных войск. Собеседники Нью-Йорк Таймс при этом подчеркнули, что оценки ситуации быстро меняются. Резкое обострение Ирана-израильских отношений началось после того, как в Тегеране был убит председатель полетбюро палестинского движения Хамас Исмаил Хания, а в Беруте ликвидировали одного из командиров военного крыла шиитского движения Хезбалла Фуада Шукры. Израиль свою причастность к гибели Исмаила Хания не подтверждает, хотя Иран, Хамас и Хезбалла считают именно Тель-Авива ответственным за случившихся и заявляют о своем праве на возмездие. Вместе с тем, убийство Хании в Иране, причем здание, находящееся под охраной корпуса Стражей Исламской революции, как ни крути продемонстрировало всему миру уязвимость безопасности страны в целом и отдельных высших чинов страны в частности. В первую очередь это поняли в политических кругах Тегерана, до последнего считавших себя недосягаемыми. Кроме всего прочего, убийство Хании нанесло ощутимый удар по статусу Ирана, как региональной державы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. КОНЕЦ